Сегодня я вам дам пошаговую инструкцию, как разбогатеть. Мне понадобилось 9 лет, чтобы научиться этому. Я расскажу, как каждый может стать миллионером. Если сфотографировать наше тело с помощью кирлиан-фотографии, мы бы выглядели именно так. Наше тело будет светящейся формой. Мы — это большой сгусток энергии с высокой частотой вибрации. Люди функционируют на очень высоких частотах. В нашем теле множество элементов находятся в движении, и их скорость очень высокая, настолько высокая, что выглядит все неподвижно. Посмотрите вот на этот рисунок. Допустим, все эти линии представляют уровни вибрации. Их бесконечное количество. Каждая отдельная частота связана с верхней и нижней частотой. То есть в энергетическом пространстве не существует разрывов. А если нет разрывов, то все в этой Вселенной взаимосвязано. Есть только одна огромная сила. И эта сила может проявляться в различных формах. Мы все думаем, что мы разные, но это только на первый взгляд. На глубинном уровне мы все из одного теста. Мы просто делаем разные вещи. Мы можем думать по-разному, но все мы связаны общей силой. Каждый имеет доступ к этой силе. И если бы люди осознали это, решились бы многие проблемы. Предположим, что Икс — это то место, где вы находитесь в своей жизни прямо сейчас. Вы можете без проблем вспомнить весь свой жизненный путь и увидеть, как вы оказались на этом месте. Все, что с вами происходило, записалось в вашей памяти. Вы можете оглянуться назад и увидеть, как первый выбор ведет ко второму, а второй ведет к третьему. Вы встретили какого-то человека, который вас познакомил еще с каким-то человеком. И вот вы переехали в это место и позже устроились на работу. Таким образом, вы понимаете, почему вы оказались именно здесь. И все просто потому, что вы можете вспомнить. Но когда вы смотрите в будущее, все по-другому. Вы говорите, я хочу стать миллионером. Сейчас это мечта, которая пришла к вам в голову. И вы быстро избавляетесь от нее, потому что не знаете, как до нее добраться. Для начала нужно понять, что ничего не создается и не разрушается. Любой вариант событий уже существует во Вселенной. А мы настраиваемся на то, что уже имеем, а не на то, что хотим. И вместо того, чтобы это отпустить и идти дальше, мы упорно цепляемся за это место. А вот эта частота, та, на которую мы настроились, далеко за пределами того места, где мы находимся сейчас. И в нашем сознании настроиться на нее реально. В голове можно настроиться на что угодно, не имея этого. Вы должны понять, что когда вы представляете какое-то место, то это реальное место. Вы просто не знаете, как туда добраться. Это частота, на которую вам нужно настроиться. И когда вы попадаете на нее сперва мысленно, то позже вы попадете на нее и в реальности. Вы должны смотреть на мир на новой чистоте. Вы должны вести себя как человек, которым вы хотите стать. И когда вы переходите на новую чистоту, вы будете общаться с миром за пределами проблемы, нехватки чего-либо в реальном окружающем вас мире. Пока вы не начнете практиковать это, то будете притягивать к себе то, что слышите, видите и чувствуете. В своем сознании вы должны уйти от всего этого. Вам действительно нужно начать осознавать, что новая чистота раскрывает ваши сверхспособности. Вы начинаете действовать эффективнее. Вы концентрируетесь не на том, что слышите и видите вокруг себя, а на том, что видите в своем уме. И окружающие вас будут не понимать, потому что они не видят того, что видите вы. Стив Джобс очень ясно это понимал. Он сказал, вы не можете соединить точки, смотря вперед. Вы сможете их соединить, лишь оглянувшись назад. Все, что вам нужно, так это верить и знать, что в будущем точки тоже соединятся. Просто начните мысленно жить на новой чистоте, и все начнет происходить за вас. Одно за другим начнут происходить различные вещи, и довольно скоро вы окажетесь в этом особом месте. Вот и все. И когда вы туда доберетесь, вы начнете осознавать, что вы уже там были. Вы же прекрасно понимаете, что находясь на старой чистоте, вас постоянно преследуют проблемы и разочарования. Вы не должны позволять старой парадигме управлять вами. Она будет вызывать у вас сомнения, будет вызывать страх и отчаяние. Это как будто внутри вас находится человек, который постоянно настраивает вас на негатив. Вот на что это похоже. Думаю, многим это знакомо. Он постоянно разговаривает с вашим сознанием, когда вы одни, когда вы лежите в постели или когда моетесь в душе. Он постоянно твердит вам, это невозможно, у тебя нет денег, ты это не осилишь. Так почему бы не перейти на новую чистоту? Создайте себе помощника, который постоянно будет вас поддерживать на пути к мечте. Ты все сможешь. Ты миллионер. Когда будущее станет настоящим в воображении, тогда и будут создаваться обстоятельства, которые соединят точки. Только так вы осуществите свою мечту. Начинайте переключаться со старой чистоты. Ваше воображение должно находиться на новой чистоте. Вы должны постоянно смотреть на мир в этом состоянии. И для начала, чтобы перейти на более высокую чистоту, вы должны согласиться с этим, поверить в это. В общем, это ваше решение. Я не могу этого сделать за вас. Я не могу вас туда отвезти. Только вы сами можете прийти к этому. Вам нужно будет самим адаптироваться к новым идеям и чувствам, которые представляет эта новая чистота. А дальше вы будете действовать интуитивно. Только так ваша мечта станет реальностью. Причина бедности заключается в вашем сознании, запрограммированном на бедность. Сознание, запрограммированное на бедность, заставляет человека видеть, слышать, думать, ощущать и чувствовать. И чувствовать лишь нехватку и ограничения. Когда богатые люди сталкиваются в жизни с финансовыми затруднениями, что случается не так уж редко, у них хватает мудрости сконцентрировать все свое внимание на причине возникшей проблемы. Они корректируют свое мышление и продолжают двигаться вперед. Прислушайтесь как-нибудь к разговору людей, чье сознание запрограммировано на бедность. Нехватка, ограничения, трудные времена – это все, о чем они разговаривают. Все их разговоры сводятся лишь к этому, только потому, что все их мысли сконцентрированы на этом. Их мысли сконцентрированы на этом лишь потому, что их сознание запрограммировано на бедность. И они позволяют существующим результатам контролировать их образ мышления. Разум человека действительно может добиться всего, что он только способен представить и во что способен верить. Забудьте о прошлом. Отставьте в сторону ваши сегодняшние результаты. Мечтайте. Позвольте вашему разуму воспарить. Боб Проктор Продолжение следует...